11.06. В Кирове начинается программа «Дневной разворот». В студии сегодня работает Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем добрый день. Добрый день. Мы сегодня будем говорить на следующие темы. Во втором часе будем говорить об акции, которая состоится в Кирове. Акция называется «Доступная среда». К нам придут организации этой акции и эксперты. Что конкретно она в себя включает, сейчас анонсировать не станем, все расскажем во втором часе. Но касается это всех людей, которые так или иначе сталкиваются с проблемами при передвижении по нашему городу. То есть это люди не только с ограниченными возможностями, не только колясочники, вот так их называют, но это мамы с колясками, пожилые люди. Насколько удобно вообще в Кирове передвигаться, в том числе и велосипедистам? И главное, что с этим делать, потому что будут... Ладно, не будем сейчас. Не будем, ладно. Хорошо, пусть расскажем. Что с этим делать, да. А в первом часе мы так или иначе тоже будем говорить о развитии нашего города и среды, и доступности среды в том числе, и комфортности существования в нашем городе. С точки зрения велосипедистов будем говорить об этом с Григорием Долгих, руководителем Федерации велосипедного спорта Кировской области. Гриша, уже в нашей студии. Добрый день. Добрый день. К этой теме мы приурочили опрос на сайте эхо-кирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Он звучит следующим образом. Шансы Кирова на то, чтобы стать городом для велосипедистов, оцениваю как? Ну, внимание, не городом велосипедистов вообще там, как, помнишь, мы рассказывали про Альметьевск, да, который просто грандиозными шагами движется к тому, чтобы стать столицей просто велосипедовки в России, а удобным для велосипедистов. Вот как вы оцениваете эти шансы? Эти шансы высоко, средние или считаете, что они низкие эти шансы? На сайте сейчас, значит, сейчас мало очень людей проголосовало, любят у нас голосовать все-таки больше ВКонтакте, но, глядишь, мы приучим, сайт-то новый, заходите, смотрите. Сайт новый, опрос в непривычном месте, я думаю, что мы где-то со следующей недели мы запустим такой дайджест по нашему сайту, да, и будем в эфире рассказывать, где что находится. Но, тем не менее, то малое количество людей, что на сайте сейчас проголосовало, все-таки считает, что шансы стать удобным для передвижения на велосипеде у нас низкие, 67%, в средние 33%, слава богу, есть надежда, но и высокими никто не считает эти шансы. А что у нас ВКонтакте? Ой, ВКонтакте все печально. На самом деле там хорошо, конечно, с точки зрения количества, там проголосовало 87 человек к этому моменту, вот, то есть достаточно репрезентативный опрос. Но, увы, увы, 86,2% из этой суммы считает, что шансы Кирова на то, чтобы стать городом удобным для велосипедистов низкие. Ну, надо встретиться через 5 лет, 10, и посмотреть, что с этим будет. Мы все равно движемся в этом. Не будем удалять опрос с нашей страницы ВКонтакте? Нет, не будем, не будем. И на сайте еще голосуйте. Мы все равно об этом будем говорить. И мало того, вот сейчас и Григорию озвучим это, мы после перерыва, после 11.30 подключим к нашей беседе Алексея Костина, директора Института социально-гуманитарных наук ВИАДГУ. Потому что те социологические исследования, о которых мы говорили во вторник здесь, в дневном развороте, которые свидетельствуют об уровне удовлетворенности жителей Кирова проживанием в этом городе с разных сторон, были представлены вчера главе города Илье Шульгину и всем его замам, и главам департаментов. И очень интересная вчера произошла беседа двухчасовая, вот о результатах и выводах этого сообщения мы и поговорим после перерыва, там тоже о велошколе речь шла. Ну, а почему мы сегодня делаем этот эфир? Потому что в прошлую пятницу на Филейке, на Подгорной 18, в том самом здании, которое в конце концов город согласился выделить велошколе безвозмездное пользование передать, состоялась встреча, выездная встреча сотрудников-чиновников городской администрации, Федерации велоспорта, там были представители СМИ, общественности. В общем, народу было битком, я бы так сказала. А жители Филейки там были? Не для этого собирали. Другая была цель. Впервые выезжали все вместе, Илья Шульгин тоже там присутствовал, чтобы вообще посмотреть, а что выделили велошколе, в каком состоянии это помещение, и поделиться планами, ну и принять какие-то решения. Надо сказать, что Илья Вячеславович, приехав позже, мы уже перед этим обследовали там, да, с массой чиновников в помещении, в подвал спускались, и в подвале же с Ильей Вячеславовичем мы столкнулись. Там такие катакомбы, а ты себе не представляешь, что мы там видели в этих комнатах. Но крысы там не бегают, слава богу. Есть некоторые вещи, которые страшнее, мне кажется, крысы, но мы сейчас все расскажем. Значит, Илья Вячеславович там прямо, значит, распоряжение выдавал и сроки назначал. Ну, давай передадим слово Григорию. Я могу подключаться тоже, потому что я там была, этим проектом наша радиостанция занимается уже много лет, да. Гриш, вот прошла неделя почти, сегодня четверг, прошлую пятницу встречались. Давай мы можем рассказать и о встрече, и о том, что последовало там за этой встречей. Давай прям там, о встрече, кто там был, удовлетворен ли ты исходом, что ты представлял там чиновникам? Ну, вообще, в принципе, эта встреча, скажем так, первая в своем роде. То есть на моей памяти не было такого, чтобы все прямо выезжали и смотрели на месте. Поэтому это уже большой шаг, в принципе, скажем так, в направлениях социальных в нашем городе. Вот, непосредственно по удовлетворенности, ну, по крайней мере, сейчас хотя бы все имеют представление, о чем идет речь. Потому что до этого все было как-то так. В кабинетах на словах. Да, в кабинетах на словах, только цифры, цифры, цифры. И, скажем так, был вообще вопрос поднимался, почему безвозмездное пользование. Но безвозмездное, я хочу просто еще раз этот вопрос озвучить, чтобы не было такого понимания, что мы что-то там получили такое хорошее, прямо мы такие, не знаю, оторвали кусок. По факту, это помещение, не ремонтироваясь более 15 лет, это помещение бывшей аптеки. И сейчас под предварительным таким, скажем так, этим наметком нужно от 7,5 до 20 миллионов, чтобы его полностью отремонтировать. Естественно, что у города этих денег нет, и никто у города деньги эти не просит. Так что прямо давайте делайте, мы не требуем. Мы, еще раз говорю, что мы пытаемся в существующей ситуации искать какие-то возможности для того, чтобы проект реализовать. Еще раз, значит, Велошкола – это проект Федерации велосипедного спорта Кировской области при поддержке активистов и СМИ, которые давно очень пытаемся продвинуть и рассказать об этом проекте городу людям и чиновникам. Наконец-то в прошлом году лед двинулся, и вот это помещение на Подгорной было в начале нынешнего года передано. И вопрос стоял о том, на сколько лет передавать, на каких условиях передавать и в каком количестве квадратных метров передавать. Потому что ведь там помещение очень старое, правда. Расположено на двухэтажах. Двухэтажная, и общая площадь составляет… Общая площадь там 780 метров. 780 метров. Ну, это немало. Это очень. А скажите, пожалуйста, для тех, кто не был и не выезжал, это все-таки два этажа в каком-то большом жилом доме или это отдельно стоящее здание? Да, это восьмиэтажное здание жилое. И помещение, которое нас интересует, расположено на первом этаже плюс пристрой и в подвале. Понятно. Ну, представьте, такая девятиэтажка. Вот если мы едем к трамплину, едем по Октябрьскому проспекту, поворачиваем к трамплину, и потом дорога поворачивает налево вдоль набережной, прямо на углу стоит длинная-длинная девятиэтажка, а внизу такой козырек, знаешь, как бывает, внизу пристраивают вот эти истории. Этот козырек тоже такой длиннющий, и там много чего расположено, в том числе и спортивная школа номер 3, где США номер 3. И большой кусок, вот где была аптека, он вот сейчас отвалился, его три раза выставляли на торги, никто его не берет. Четыре. Даже никто его не берет, потому что безумное, как выяснилось, необходимо вложение, не проходное, естественно, место, только для нужд локальных жителей можно его использовать. Это то, что нам рассказывала Наталья Мамедова, руководитель департамента муниципальной собственности, в свое время в студии, о том, что есть в городе много помещений, которые не пользуются спросом арендатора. И вот туда все приехали, 700 квадратных метров, первый этаж и подвал составляет. Вот мы приехали, проблема еще состояла в том, разделять, не разделять. Вот нужно было показать, что нужно разделить подвал от первого этажа. Что это можно технически, то есть там просто представители администрации, они были не в курсе даже расположения выходов, то есть нужно было убедиться, есть дополнительный выход у подвала у первого этажа, чтобы сделать его отдельным помещением. Ну и что мы увидели в этом, значит, подвале? В подвале ржавые трубы, дыры в этих трубах, провалившиеся полы, там торчащая со всех сторон проводка, отключенные щитки, какие-то неотключенные щиты. Стандартный подвал. В общем, я давно не спускалась в подвалы наших домов, вот я посмотрела. Кроме того, там множество разных комнат. По сути, это было бы помещение, которое, если бы его нормально эксплуатировали, было бы отремонтировано, как помещение для хранения чего бы то ни было. Сплодские помещения. Огромная там территория, и там таки хранили, я тебе скажу. Мы там видели шины, мы там видели ящик с использованными медикаментами в ящике, в огромном количестве склянки, банки, пузырьки, шприцы и таблетки, валяющиеся на полу. Ну что мы только там не увидели, на самом деле. А вот первый этаж, вот ты смотришь сейчас на старое, это обшарпанное ужасное здание, и окна тоже разбиты и так далее. Ну и когда ты представляешь, что там мог бы быть ремонт, огромные светлые окна, смотрящие там на реку, на набережную, на парк. Если там представить отремонтированное хорошее помещение и велошколу для детей и взрослых, это было бы, конечно, великолепно совершенно. Ну и вот приехали большое количество чиновников. Вот сейчас мы прервемся на короткий перерывчик, уйдем, расскажем, кто там был, это важно. Сделаем, нянь, замечание, пожалуйста, чтобы я остановилась и перестала за гостей говорить. Сейчас мы, Григорий, передадим слово. Давайте поговорим непосредственно о самой встрече. То есть приехали представители всех департаментов, администрации, СМИ, много кого еще было. И, в принципе, произвели примерную оценку, скажем так, что нужно здесь делать, можно, нельзя. И были данные указания соответствующим ведомствам, то есть непосредственно УКС города Кирова, администрации города и департамент архитектуры. То есть вот мне звонили вчера и позавчера. Ну, то есть, естественно, что там сейчас работают специалисты по дефектовке, по тому, сколько нужно, куда вложить средства, что нужно делать, что не нужно делать. И главное, что возможно, невозможно. То есть мы нарисовали свое видение площади, то есть где какие у нас будут помещения, где будут раздевалки, где будет основной зал, где там душевые и все остальное. Но, естественно, что для всего этого существуют нормы. То есть должна быть ширина проемов определенная. Ну, санитарные нормы, там противопожарные все. Да, и вот сейчас непосредственно, получается, у нас архитектура должна посмотреть, реально это сделать или нереально, либо надо сделать какие-то изменения. Ну, то есть в любом случае это все будет, просто в каком варианте расположения помещения, это уже зависит от этих норм. Да, мы не обозначили никак. Все-таки давайте мы слушателям поясним. Помещение передается, если передается, на каких условиях? Это будет платная аренда, да? Это безвозмездное пользование, но оно не бесплатное. То есть, естественно, что на наши плечи ложится поиск источников финансирования для того, чтобы его отремонтировать. И на наши плечи кладутся коммунальные услуги. То есть, мы примерно прикидывали, к сожалению, точных данных у нас нет, потому что никто нам их не предоставляет. Но это порядка 350 тысяч в год за коммунальные услуги. Ну, потому что большое помещение, отопление отапливается с метра, это немало. Вода, освещение, в общем, все. Ну, все, да. То есть, мы сейчас в данный момент пишем заявку на президентский грант, бомбью буквально на днях, там еще немножко доделаем мелочи и отправлять. Я надеюсь, что мы выиграем, то есть, мы подаемся на сумму до 3 миллионов, и вот эти деньги, конечно, бы хотелось бы потратить на помещение. Но, к сожалению, президентский грант не подразумевает собой никакой капитальный ремонт, то есть, максимум какой-то небольшой косметический. И мы эти деньги хотим вложить в инфраструктуру, именно велосипедную Филейского парка. То есть, это построить специальные площадки, площадку детскую для отработки базовых элементов. То есть, не только для детей, а для детей для взрослых. То есть, на ней можно будет отрабатывать базовые элементы владения велосипедом. Естественно, как бы, либо самостоятельно, на свободном доступе будет, либо позвав кого-то из велошколы. Будет трасса Памтрек, можете загуглить, что-то такое посмотреть. Сейчас. Мы когда-то подробно здесь рассказывали про Памтрек. Да, ну, к примеру, вот в Казани в прошлом году построили Памтрек. Вот его сейчас только-только сдали, его, к сожалению, еще не обкатали, но на него потратили 10 миллионов. Казани, да. Да, но мы хотим построить аналогичный, но, естественно, конечно, у нас будет гораздо бюджетнее, но по качеству он будет не хуже. Потом сделать специальные велосипедные дорожки, то есть не то, что асфальтовые, а просто это будут грунтовые дорожки, это будет отсыпка с щебнем, где-то будет асфальтовая крошка, чем-то еще. Просто комфортное для катания на велосипеде, чтобы любой желающий, как житель микрорайона Филейка, я так и города Кирова приехал на своем велосипеде, взял там на прокат и спокойно провел время, катаясь по всему Филейскому парку. То есть это и Северная набережная, и, скажем так, уже туда, где территория лыжной базы «Факел». Вся территория от трамплина до склона за северной больницей. Да, это огромная территория, там люди катаются, но, к сожалению, это пока не очень удобно, потому что где-то там есть корни торчат, соответственно, дорожку как-то отсыпать, где-то есть какие-то там ямы, кочки, нужно их выравнивать. Ну, это именно по-про-любительские круги. Вот, и это у нас будет как основной круг, мы назовем для велоспорта маунтибайк, кросс-кантри, назовем так, а от него будет ответвление. Уже по уровню сложности будут стоять специальные таблички с обозначением, что это за кусочек трассы, за петля, и на какой уровень подготовки она рассчитана. Соответственно, там будут уже и средние сложности, и очень сложные трассы. Это очень здорово. Помнишь, вот туристические всякие маршруты трекинговые, да, где тоже такие стрелочки, что вот туда можно идти людям, у которых минимальная спортивная подготовка, а туда можно идти профессионалам. Да, то есть мы ничего не придумываем, мы просто смотрим, как это реализовано в других местах. Соответственно, конечно, мы пытаемся ориентироваться на Европу, нам до нее далеко, но, по крайней мере, хотим создать именно такое комфортное место, чтобы любой желающий мог проехать, прокатиться просто в таком прогулочном режиме. Если он хочет, если он обладает навыками, он может проехать по вот этим специальным ответвлениям, которые будут указаны на общей карте. И если он, например, боится, то он может, опять же, обратиться в велошколу, и мы ему поможем свои навыки поднять до того уровня, чтобы по этим трассам уже кататься. Ну вот история вот эта была представлена на самом деле, потому что ребята подготовились, они пришли на встречу с распечатками цветными, да, схемами, картинками, как они видят себе школу и как они видят себе прилегающую территорию, которая могла бы там быть использована для нужд велосипедистов и школы, и просто любителей, и горожан просто. И все это показали людям, которые туда приехали. И выяснилось, что часть объектов, которые школа, например, планирует там разместить, они, скорее всего, будут располагаться на земле, принадлежащей ДЮСШа номер 3. А для этого нужно соблюсти какие-то там юридические моменты, тоже важные, не очень просто, оказывается, там разместить, что бы ты ни хотел, даже если это спортивный объект. Другие объекты, может быть, будут размещаться на прилегающих дворовых территориях. Но это собственниками надо договориться. В общем, сейчас, я так понимаю, а мы вчера говорили тоже с городской администрацией, сейчас как раз и поручено архитектуре посмотреть, собрать сведения, где, кому, как принадлежат эти участки и что делать, чтобы их можно было использовать под комплекс велошколы. — Да, всё верно, но я не договорил, у нас ещё будет направление экстремальное, у нас же опять будет секция даунхилла и эндуро, то есть сейчас возобновил работу склон северный, и у нас с ними есть привыкленность, что нам будут представляться подъёмники на лето. — А, то есть спуск будет, да? — Да-да-да, то есть там будут планы... — А, это эти красивые картинки, где мальчишки в этих шлемах, в касках не несутся вниз. — Когда мне было 14, я на велосипеде Камо пыталась ехать вниз возле моста Старого, а это плохо закончилось. — Нет, опять же, там будут стоять таблички, что заниматься по этим трассам можно только при определённом уровне подготовки и, соответственно, на экипировке, и желательно с инструктором. — Всё правильно, конечно, да. — Ну вот, и это всем понравилось. Я там не услышала ни одного какого-то негативного отклика, когда мы смотрели на это. В частности, Светлана Витальевна Шумайлова, которая в городе за соцблок отвечает, она сразу же сказала, что если так всё будет, если мы этого добьёмся уровня, всё это сделаем, это же можно будет со всего города, ребятишек, детсадовцев и школьников сюда привозить прямо на автобусы для того, чтобы были какие-то там занятия и прочее. — По поводу занятий. То есть это мы сейчас говорили про инфраструктуру, которая планируется, но основная цель проекта «Велошкола» — это не столько, скажем так, спорт, сколько, в первую очередь, это продолжение вот той «Велошколы», которая у нас была в 2014-2015 годах. Это информирование и обучение велосипедистов как начального уровня, так и уже продвинутого безопасной езде по городу. То есть это изучение особенностей ПДД при движении именно в нашем городе, где что, как лучше проехать, как безопаснее это проехать. И, естественно, если мы возвращаемся к началу эфира, по поводу доступности среды, у нас много бордюров, ступенек, все остальное — это умение их проезжать. Вот для этого как раз преодолевать. — Вот, кстати, там были представители ГИБДД, с которыми Федерация велосипедного спорта Кировской области очень активно сотрудничает, и в рамках «Велошколы» тоже сотрудничали. — Да, и в рамках «Безопасного колеса» им помогали. — И в рамках «Безопасного колеса», и они очень заинтересованы тоже, чтобы такая школа возникла, потому что надо начинать, правильно говорит совершенно Гриша, может быть, не с инфраструктуры, а как минимум с образованием людей. — Ну, с элементарных каких-то вещей или без. — С знанием или по-прочему. — Параллельно это всё должно развиваться. Вот я вот, например, сейчас слушая, Гриша, тебя сразу понимают, что вам ещё придётся огромную работу с местным населением провести, да вообще с горожанами, потому что если будут благоустроенные дорожки для великов, то те, кто просто гуляет, они будут хотеть именно по этим дорожкам гулять. И вот чтобы не столкнулись гуляющие и едущие, тоже нужно будет работать с этим. — На самом деле для Филеки проблема не новая, то есть там есть лыжерольная трасса, как раз находящаяся на территории Дюшор номер 3, и она, по идее, предназначена для тренировок на специальных лыжерольных, скажем так, лыжерольных, в общем, на лыжеролыжах с роликами. — Да, вы поняли, да? Но по этим дорожкам все гуляют с колясками, катаются опять же дети на велосипедах, чем создают такие, скажем, аварийные ситуации. — А, Гриша, а это потому, что у них прилегающие территории очень плохо устроены, придомовые, потому что вот сейчас Костин с нами выйдет на связи, а когда он приходил во вторник, филейка — лидер антирейтинга по благоустройству как раз. — И безопасность. — А вот это очень странно, потому что вообще-то в моем ощущении филейка очень зеленый микрорайон такой. — Нет, нет, он зеленый, но это же просто, по сути, просто парк, где, опять же, местное население, и жители города просто приезжают, начинают весной жечь костры, разбивать бутылки, кидать. То есть мы ежегодно своих трасс выносим просто десятки мешков мусора, который копится в течение сезона, просто его летом не видно, он в траве. Соответственно, начинается весна, снег сходит, и видно, кто где что накидал. И поэтому хотелось бы, чтобы наш проект был не просто направлен, чтобы мы сделали себе какие-то велодорожки, которые нужны только нам, а мы сделали проект, который будет интересен, во-первых, всем жителям самой филейки, во-вторых, как-то повлияет на общую культуру поведения в общественных местах именно такого плана, чтобы люди не разводили костры в неположенных местах, не кидали мусор. Соответственно, все зоны, где существует какой-то потенциальный риск столкнуться с спортсменами, чтобы все эти зоны были огорожены. Чтобы это было удобно всем, и спортсменам, и просто любителям велосипедного спорта, пешеходам, мамам с колясками. То есть, скажем так, это, по сути, как начало развития вот этого района. Потому что если к нам подключатся дополнительно потом местные инициативные люди, мы можем через ППМИ, к примеру, строить дополнительно какие-то элементы, инфраструктуру, уже не велосипедные, а другой, которые будут эргономично интегрироваться в существующую профилейку. Мы, кстати, про это дело вчера специально договаривались, перед тем, как была презентация у Шульгина соцопроса ВИАДГУ, чтобы обратили внимание на то, как жители филейки филейку уже и оценивают. Вот это то, что она небезопасная, криминал и прочее, то, что там благоустройство такое-то, и дома такие-то. Это же все взаимосвязано. Человек, если он живет, понимаешь, в таких условиях неблагополучных, то и ведет себя неблагополучно зачастую. Ну, ты не обижаешь всех жителей филейки. Я не хотела сказать, что не все, но взаимосвязь здесь есть. И вот у Костина тоже обязательно спросим, как отреагировали на это присутствующие там и глава теруправления, и Шульгин, и другие после перерыва. Но я вот хотела сейчас, Гриш, ты что-то принес распечатанное, что это такое? Это я принес показать вам непосредственно, про сам проект, что вы его ценили. Мы это посмотрим обязательно. Сейчас уйдем на короткий перерыв. Или еще есть у нас минутка? Есть еще у нас минутка. Минутка есть. Про работу с жителями. Мы вчера попытались, Володя Сметанин, продюсер сегодняшнего эфира, попытался связаться с Центром местной активности, с активистами, которые мы знаем на филейке, в общем, хорошо работают. Достаточно напомнить историю про фонтан с золотыми рыбками. Но не смогли сегодня в студию пригласить активистов. Они там заняты делами. Но очевидно совершенно, мы просто телефон, Гриша, тебе передадим, что связываться будем. И работать с местными жителями, с соседями, с комьюнити, работа с ними, это тоже первостепенная задача, безусловно. И если жители будут втянуты в такую историю, как велошкола, еще кроме всего прочего, и благоустройство, и совместные планы какие-то будут, то ожидается, что все-таки будет эффект изменения вот этого уровня удовлетворенности в лучшую сторону в этом конкретном микрорайоне. Ну, потому что одна велошкола не сделает. Самое главное, что если жители будут сами участвовать в этом проекте, именно по МАИ, в обустройстве, то они же сами будут дополнительно контролировать нормы поведения на этих участках. Ну да, верно. Перервемся на короткую рекламу, после чего, я надеюсь, нам наберут Алексея Костина, директора Института социальных и гуманитарных наук АвиатГУ. Продолжается программа «Дневной разворот». В Кирове началась работа по созданию велошколы. Мы уже можем, и я прямо даже улыбку это вызываю, смело сказать, что началась работа по созданию велошколы, потому что уже и город в лице Ильи Шульгина подтверждает, что школа нужна. И мы работаем сейчас над тем, чтобы стартовал уже процесс ремонта помещения, размещения объектов на Филейском парке и прочее. Вот как вчера тоже, я вот уже сказала, в начале программы вчера, а на этом заостряли внимание также и представители ВИАТГУ, которые презентовали результаты социальных исследований, проведенных в нашем городе в различных социальных группах по уровню удовлетворенности проживаниям. По безопасности и комфорту. И не только, по безопасности и комфорту, да. И, насколько я понимаю, заседание шло аж два часа. Вот как оно прошло, каким выводом пришли и какие решения ВИАТГУ представил городу, возможные по изменению ситуации, мы хотим узнать у Алексея Костина, директора Института социальных и коммунитарных наук нашего опорного вуза. Алексей, добрый день. Алексей, алло. Алло. Нет, Алексея, давайте попробуем перед нами. Я думаю, что там, да, телефон надо перезагрузить наш, он опять что-то... Набрать нужно, Алексей, не слышно его. Хорошо, давайте пока мы с Григорием Долгих поговорим. Вот еще о чем. Я так понимаю, что вот в перерыве вы сказали о сроках работы, то есть о гранте вы говорили, на которые вы сейчас подаетесь. Срок рассчитан на два года, то есть первый год этот, если мы выиграем, то начинается с июня месяца у нас там разработка проектной документации, и дальше уже само строительство всех вот этих велосипедных площадок и трасс, вот, и пробные на них тренировки, и плюс уже информирование в рамках ПДД и безопасности движения. А вот со следующего года, 2019-го, с весны уже начинает работу велошкола в полном объеме. То есть к весне следующего года вы планируете с ремонтом завязать, закончить? Нет, нет, мы планируем с инфраструктурой завязать. Не завязать, а начать. Начать и закончить. Аня, ты-то должна знать, что ремонт, это дело... Это не кончается никогда. Ремонт помещения, это вообще отдельная тема, и каким образом она будет решаться, мы пока еще, к сожалению, не знаем. Не знаем. Алексей Костин, алло. Алло, Алексей. Нет, Алексей, в эфире попробуйте перезагрузить телефон, говорю я продюсеру нашему, Владимиру Сметанину, потому что нам очень важно рассказать о том, как вчера прошла встреча в администрации города Кирова. Давайте я тогда, раз мы затронули вопрос ремонта, можно сделать такое небольшое обращение к жителям города. Если у кого-то есть какое-то желание реально помочь, то есть никто не говорит, что прямо там, давайте там, ты миллион, ты миллион, ну просто кто-то там может помочь, окно поставить, кто-то там может дверь поменять, кто-то там может потратить несколько дней на то, чтобы там элементарно вносить мусор, что-то еще, то обращайтесь к нам через группу ВКонтакте, либо можете найти меня в соцсетях, лично мне писать. Это уже сейчас уже можно делать, да? Вот мы как только подпишем договор, это будет, думаю, в ближайшее время с администрацией города о безвестном пользовании, именно с этого момента можно уже приступать к каким-то таким работам. Вот я еще по поводу контактов и связи должна сказать. На том же совещании, даже раньше, Илья Вячеславович Шульгин поручил на сайте городской администрации, однкиров.ру, создать страницу городских проектов, Киров меняется, и техзадания уже в выходные, когда все голосовали, сотрудники администрации составляли, будет разработан баннер, он будет понятный, заметный. Все СМИ-партнеры его разместят на нашем сайте хакирова.ру, конечно же, он будет размещен. Значит, под этим баннером будет страница, как раз где можно будет найти все проекты, о которых идет речь, которые в этом году стартуют к реализации или продолжаются в реализации в нашем городе. Можно будет зайти на любой, мне кажется, передовой смешный сайт или на сайт администрации, выйти на проект, и там все средства связи, все фотографии, весь дайджест того, что происходит, будет всегда находиться. Ожидается, что уже первая версия этой истории, вот этих вот проектов и их страничек, на сайте администрации появится на следующей неделе. Мы, конечно, об этом сообщим и сами у себя разместим. Так, пока у нас есть минутка еще. Хочу по поводу, часто в соцсетях возникает вопрос по поводу велосипедных дорожек. Будут, не будут в городе Киры, когда будут, насколько это реально или нереально. Но все понимают, я просто еще раз озвучу свою позицию, что, например, перекрыть центр города под велоинфраструктуру, сделать велосипедные дорожки, брать автомобили, по крайней мере, пока что, это нереально, потому что затронет, скажем так, чувство автомобилистов, пешеходов, всех остальных. То есть, ну, можем получить какой-то такой негативный отклик. Что сделать реально и что доступно? Это сделать ряд велосипедных дорожек, соединяющих центр города с микрорайонами. То есть, мы вот недавно обсуждали вопрос соединения, например, набережной Грина и Дендерапарка. То есть, технически. Сорийно, Рубцово обсуждали. Да, технически этот проект абсолютно реален. Он не требует таких прямо суперглобальных средств. И, в принципе, его часть людей уже тем или иным методом использует. То есть, тоже стоит острый вопрос соединения, например, центра города Юго-Запада. Ну, смотрите, такая история, о которой нужно тоже рассказать. Мы же очень плотно работаем с компанией «Железно» по Дендропарку, да, проект Дендропарк. И Юрий Захаров, который возглавляет компанию, он сейчас возглавляет как раз группу активистов в рамках общественных проектов по Дендропарку. И у вас на днях состоялась беседа с Юрием Анатольевичем по поводу Дендропарка в том числе. О чем говорили? Так, ну, я не лично с ним разговаривал. У нас разговор этот был еще в прошлом году, и позапрошлом году, если не ошибаюсь. Но там были определенные моменты несогласования с администрацией, и поэтому... Конкретно по Дендропарку? По Дендропарку, да. Все началось, движение началось с переходом Шульгина, в конце концов, в этот город. По сути, да. Он молодец, потому что он, скажем так, сбинулся с мертвой точки. Ну, поверил в нас, да, в том числе. И сам по Дендропарк, он интересен с точки зрения прогулок на велосипеде, опять же. Но там отсутствует освещение, там отсутствует ряд удобных съездов-заездов. Но это технически все можно сделать. Но опять же, в Дендропарк надо как-то приехать. То есть, приехать туда на автобусе с велосипедом, это проблематично. Надо ехать либо на автомобиле. А как прекрасно было бы проехать вдоль реки Вятки, правда, на велосипеде из города по свежему Бризу до Дендропарка? Через Вересники. Через Вересники. Там такая дамба идет старая, которая использовалась раньше как железная дорога. Железную дорогу убрали, сейчас по ней просто ходят пешеходы. Ну, то есть, надо все равно задействовать, понятно, что нам никто не выделит деньги из городского бюджета, но надо задействовать все виды бизнеса, которые там строят микрорайоны, например, строят еще что-то. Можно еще раз начать с простых вещей. То есть, например, в особо сложных местах что-то самостоятельно подкопать, накопать, поставить, самое главное, регулирующие знаки, где нужно пересекать проезжую часть. И опять же, чтобы подключались сами жители города. То есть, это же Вересники, это Солнечный берег. И поэтому, если разводят руками Костин, пока на связь не выходит, мы в перерыве наладим связь, может быть, в начале следующего часа Алексея Александровича выведем. И поэтому вот такая работа пропагандистская в хорошем смысле, просветительская, скажем, в смысле слова, школа велосипедная будет вестись и в этом году. Потому что все-таки 20 миллионов найти для ремонта помещения вряд ли получится очень быстро. Хотя, чем черт не шутит, может быть, сейчас нам после эфира позвонит какой-нибудь заинтересованный бизнесмен и скажет, что, ребят, я считаю, это важно для города. Ну, ты смотри, 20 миллионов, о которых мы говорим, понятно, что... От 7,5 до 20, не знаю точную сумму. Понятно, что часть этих средств, это, конечно же, проекты и вещи, которые нельзя сократить. Но есть люди, у которых есть, например, стройматериалы. То есть это не обязательно же деньги могут быть. Мы поработаем над этим, конечно же, безусловно. Но если кто-то вдруг может достать из кармана и принести эти деньги, мы не откажемся, так скажем. Не мы. Почему? Мы все. Мы все. Мы в этом проекте. Жители города не откажутся. Давайте вернемся к больной теме, к велодорожкам. Давайте. Вот такие направления, как, например, Дендропарк, Дамбрежная Грина, его проработать и воплотить, по крайней мере, хотя бы, на таком уровне, что это будет пускай грунтовое, но уже обустроена велосипедная дорожка, можно. Вот. Проблематичнее сделать, например, соединяющие велосипедные дорожки в центр и юго-запад. Почему? Потому что есть вот эти путепроводы узкие. И постоянно, когда я сам езжу там, периодически, и приезжая вот этот мост, просто очень узко, и разъехаться, например, с мамой с коляской, идущей, просто технически невозможно. Приходится залазить на бордюр. Это тротуарную часть, имею в виду, да? Да, да, да. Там узкий проход. Да, вот это сложно. Это уже действительно требует больших денег. Это в рамке реконструкции этих путепроводов, чтобы изначально закладывать туда дополнительную полосу. Для велосипедов. Для велосипедистов, да. А по поводу доступности вообще города. Да. Ну, это мы работу ввели еще много лет назад и продолжаем вести. То есть, ну, есть такой проект, приложение-то у Игоря Багина, как называется? Не могу сказать. Красивый город, удобный город. Красивый Киров. Красивый Киров, вот. В нем можно поточечно указывать те места, где существуют реально какие-то проблемы. То есть, существует лестница, например, нет пандуса. Существует высокий бордюр, с которым просто, ну, не то, что на велосипеде съехать. Мало того, вот Игорь Багин мне писал на этой неделе, мы сейчас продумываем эту историю. Игорь же приходил, рассказывал, как он ездил на международный велоконгресс, который был в Москве. Так вот, после этого конгресса поступила информация, что организаторы конгресса готовы сделать эту историю в регионе. Международный конгресс в регионе, то есть не в Москве еще где-то, а привезти экспертов в регион. И они собирают заявки с регионов, кто готов, например, принять у себя такое там мероприятие. Оно будет говорить как раз о развитии велоинфраструктуры в разных городах этого мира. Будут делиться опытом специалисты, будем говорить о доступной среде. Мы сейчас понимаем, что это было бы замечательное совершенно и просвидетельское, и рабочее мероприятие в городе. Пока еще ни с кем на эту тему не говорили, но это было бы, наверное, совсем-совсем неплохо, да, в общую копилку. Для понимания, то есть на эти встречи приезжают не просто люди, которые катаются на велосипедах, это приезжают непосредственно специалисты из этой области, то есть из архитектуры, из транспорта, из социальных с возможными направлениями, которые анализируют, каким образом можно данную ситуацию, не говорю, что прямо резко, а просто постепенно, плавно сместить в то, что эта зона, этот город, этот район будет более удобен для использования, не только велосипедистами, там идет комплексная работа, то есть и велосипедистов, и пешеходов. Вообще, ведь эта проблема дорожного движения в Российской Федерации, она настолько очевидна, что у нас все устроено не так, чтобы это было направлено на безопасность, потому что вот мы тут озвучили результаты за прошлый год, ДТП стало меньше, а жертв на дорогах стало больше. Эта история не только Кирова касается. Вчера в московском эфире утреннем я услышала то же самое вообще в целом по стране. количество погибших людей на дорогах. Это последствия программы «Безопасные и качественные дороги», я тебе скажу. Последствия чего? Которые качественные, но не всегда безопасные из-за того, что гоняют. Да, а безопасность, она зависит от того, насколько профессионально решен вообще вопрос как раз разведения пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и прочего. И, скажем так, чтобы нам прийти к удобному городу в дальнейшем, в обозримом будущем, чтобы он был удобен для пешеходов и для велосипедистов, нужно, чтобы у человека сформировалось, в первую очередь, у самого внутри ощущение, мнение, понимание, что вот мне, например, удобнее пешком пройти пешком, сесть на автобус, проехать на автобус, чем ехать на машине, искать парковку. И то же самое про велосипед, чтобы человеку было удобнее выйти из дома, взять велосипед с какой-то камерой хранения, находящейся у него рядом с домом, сесть на велосипед, проехать до нужной его точки, безопасно, быстро, комфортно, оставить его там, сделать себе дела и приехать обратно. То есть надо двигаться именно по такому пути. То есть мы поставили парковки по городу, естественно, что ими стало пользоваться огромное количество людей. Следующий шаг – это вот такое точечное изменение, чтобы убрать бордюры, убрать лесенки, сделать пандус, чтобы можно было просто безопасно хотя бы перемещаться по татуарам, либо по прилегающей территории. И потом уже следующий шаг, либо параллельно с этим, это велосипедные дорожки. То есть уже отдельная инфраструктура, специальная под велосипеды, придуманная. То есть нужно создать именно сам прецедент того, чтобы людям было экономически, скажем так, выгоднее садиться на велосипед, чтобы было удобнее с точки зрения траты времени и всевозможных парковок. И самый важный момент, который мы все время выпускаем – это здоровье. Потому что езда на велосипеде неоднократно доказана, что она борется с огромным количеством проблем современного городского жителя. Ну да. А еще хотелось бы сказать, что велопарковки, это я сейчас к террауправлениям обращаюсь, которые использовали, наши велопарковки, которые мы ставили по всему городу, использовали для того, чтобы крепить на них ленточки при уборке снега с крыш и передвигали их. Я вот неоднократно тут хожу по городу и вижу. Просим вернуть на место, закрепить и покрасить весной. Ну, потому что, чтобы не потерялось, не разъехалось, вообще используйте все по назначению, пожалуйста, друзья. Вот я сейчас обращаюсь к управляющим компаниям и к террауправлениям. Ну что, мы будем пытаться подключить Алексея Костина в начале следующей части. Сейчас посмотрим, продолжим тему как раз, потому что там тоже про доступность говорилось в этом опросе. И это очень хорошо сочетается с нашей второй темой об акции «Доступная среда», которая пройдет 23 марта. То есть завтра в Кирове. А Григория Долгих благодарим, руководитель Федерации велосипедного спорта Кировской области, был у нас в гостях. По-прежнему скептически настроены наши слушатели, считают, что у нас низкие шансы для того, чтобы стать гордым для велосипедистов. Но у нас тоже свой соцопрос. Мы будем такие замеры раз в полгода делать. И смотреть, как меняется процент. Совершенно верно. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»